24 августа в Казанский федеральный университет прибыли потомки Николая Лобачевского, Ольга Шипова с дочерью Екатериной Суботиной, проживающей в Санкт-Петербурге. В рамках визита они посетили музей истории, недавно открытый музей Лобачевского, лицей Лобачевского, а также отдел рукописей и редких книг, научной библиотеки имени Лобачевского. Впечатление огромное, конечно, увидеть вот такую святыню. Я еще нигде не видела. Это первый раз в моей жизни. И, конечно, прикоснуться к таким книгам древним. Потрясающе. Это же очень хорошо, что сохранены такие наследия, что они так бережно хранятся и, главное, показываются всем. Это же тоже важно. Я считаю счастливые студенты, которые могут в такую библиотеку приходить, пользоваться ей, использовать в своих трудах. Отдел редких книг научной библиотеки имени Лобачевского является центром по обеспечению доступа и изучению коллекции книжных памятников, рукописей и редких книг. За 200-летнюю историю было собрано уникальное собрание книжных памятников, представляющее собой часть письменного наследия мира. Потомки Лобачевского с большим интересом посетили отдел рукописей и редких книг, поскольку это дает возможность познакомиться с прошлым. Конечно, рукописи Лобачевского. Подпись его посмотрела, дневник его посмотрела, какой у него мелкий каллиграфический подчерк. Меня больше интересует то, что с ним связано, хотя, конечно, все. И книги, и Библия, и религия, и Коран. Это же тоже все святыни, которые хранятся веками. Представляете, 11 век, 14 век, это даже не предстоять, что столько лет книги, и они в бережном таком состоянии, и все читаемо, и доступно. Замечательно. Артем Тупичкин, Ангелина Сайдашева, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.